МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Лилия Хайрулина. Смотрите прямо сейчас. Месячник благоустройства продолжается. Глава городского округа провел обход в микрорайоне Детское. Поверяй счетчик вовремя. Как сэкономить время и деньги, и при этом продлить срок службы измерительного прибора? С праздником! 30-летний юбилей отметила Ивантиевское общество инвалидов. Об этих и других новостях прямо сейчас. Тротуары, опоры освещения и детские площадки. Максим Красноцветов провел обход во дворах Ивантиевки. На что глава городского округа Пушкинский обратил особое внимание? Расскажем в нашем первом сюжете. Тротуары, ограждения, детские площадки, входные группы в подъезды жилых домов. В фокусе внимания главы округа дворы и общественные пространства на Детской. Красить, белить. Получается, ты красишь и вот это все? Вот это все. И вот это. Улицы Богданова, Победы, Щерса. Особое внимание Максима Красноцветова к опорам освещения, обклеенным рекламными листовками. Их глава поручил снять. А также к информационным стендам и пешеходным дорожкам в дворах. Сколько этому? Два года получается? Асфальтно, да? Все поехало, видишь? Это убирать. Инспекции главы округа по городским кварталам проходят регулярно. После затяжной зимы делать это необходимо в ручном режиме. Рекомендации короткие, но всем понятные. Или новые будем ставить, потому что здесь, видишь, стекол нет, этих нет, они оторвались. Убирай. Друзья, они везде у вас такие. Да, мы сейчас очистим, покрасим. Зачищать, да, красить. Возможно, заменим, где они ремонтопригодны. Просто сейчас мы все видим все те недочеты, которые остались после зимы. Задача сейчас до того, как пойдет трава, максимально навести порядок и потом уже поддерживать территорию в нормативном состоянии. Улучшение качества городской среды – главная задача, которую поставил перед руководителями округов губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это значит, внешнему виду дворов и прилегающих территорий будет уделяться самое пристальное внимание. Юлия Постриганева, Фарид Галиев, Мария Барсукова. Новости Большого округа. На каждом едином платежном документе указана дата, когда необходимо поверять счетчики. Теперь эту услугу можно сделать под ключ в МОСОБЛЕРЦ и сэкономить время и деньги. Подробнее расскажет Анастасия Спирина. Галина Семеновна до сих пор не может прийти в себя. Вспоминает, как стало жертвой мошенников и навязанной услуги. Пенсионеры – самые ответственные. Первыми платят за квартиру, первыми решают коммунальные вопросы. Так она решила поверить свой счетчик ранее нужной даты. Ходили по квартирам, висело объявление, и я решилась на это. Обещали пенсионерам 5% скидку, и цена вроде такая. Когда все это, как говорится, сделали, никакой скидки пенсионерам не было. И цена была завышена то, что обещали. Никаких документов машинники не оставили. Данные поверки никуда не передались, и пенсионерка пошла в МОСОБЛЕРЦ. Там ей рассказали про всю процедуру, что она была незаконной, а у организации не было лицензий. Пришлось все делать заново. В итоге заплатила дважды. Хотя и срок-то у меня еще не подошел. И заплатила дважды. И там, и им, и МОСОБЛЕРЦ. Поэтому вот такая вот ситуация сложилась. В правом верхнем углу платежного документа стоит дата поверки. Ранее не нужно. Как правило, на холодную воду раз 6 лет, на горячую раз 4. Если пропустить этот срок, то счетчик перейдет за межпроверочный интервал. И плата будет начислена по нормативу. А значит, при установленных счетчиках вы будете переплачивать. Надо поверить счетчике точно в срок. Поверка происходит на месте. То есть счетчик не снимается, а поверяется на месте. И об этом дают соответствующий сертификат, либо акт о поверке прибора учета, в который будут вноситься данные о показаниях, снятых на момент осуществления поверки. Подрядчик вносит показания в программу ОРШИН. И из этой программы МОСОБЛЕРЦ получает все необходимые данные. Процедура занимает около 30 минут. Мастер подключает аппаратуру. Счетчик проверяется на целостность и работоспособность. Потом проводится поверка. И счетчиком можно пользоваться снова. Все современные счетчики подлежат поверке. А значит, ими можно долго пользоваться. Те счетчики, которые устарели уже, то да, те бывают по ГОСТу. Их надо снимать, вывозить. То есть есть счетчики, которые проверяются до 20-го счетчика диаметром. И счетчик 25-й, 30-й, 32-й, это уже снимаются, технологические счетчики снимаются, вывозятся на стенд. Необходимо убедиться, что выбранная компания имеет лицензию. Аккредитована ли она в программе в ГИС ОРШИН? Обязательно надо спросить про цену, является ли она окончательной. Оформление услуги в МОСОБЛЕРЦ может упростить поиски. Недавно заказала услугу по поверке счетчиков МОСОБЛЕРЦ. Очень удобно. Они сами передали всю информацию управляющую компанию. Все данные ввели. После этого все данные были актуальны. Все. Очень понравилось. Все под ключ было. Чтобы заказать услугу, вам надо обратиться в клиентский офис МОСОБЛЕРЦ или сделать это в личном кабинете на сайте или в приложении. Также можно позвонить по телефону, которые указаны ниже. В МОСОБЛЕРЦ можно заказать установку, замену и поверку приборов учета холодной и горячей воды под ключ. Здесь же жителям помогут с приборами учета тепла и газа. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Эковглейзер. Новости Большого округа. 20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови. В переводе с латинского – «дарить». Наша съемочная группа побывала в больнице имени профессора Розанова и пообщалась с донорами. Подробности далее. Согласно данным мировой статистики, каждому третьему жителю Земли хоть раз требуется переливание. Также считается, что один донор, сдавший кровь, помогает спасти трех человек. В России 20 апреля ежегодно отмечается Национальный день донора крови. Его учредили еще в 2007 году. В рамках этого события проходят пресс-конференции и различные акции, цель которых – привлечение внимания к задачам и проблемам донорства. Дата Национального дня донора сегодня совпала с партийной акцией донора Донбасса. Неравнодушные жители пришли и сдают кровь для военнослужащих и жителей, которые находятся в зоне боевых действий. Местное отделение партии, естественно, поддержало эту акцию. В течение года мы периодически принимаем участие в подобных мероприятиях, потому что на сегодняшний день наше участие очень важно. В рамках всероссийской акции «Доноры Донбассу» сегодня по всей стране депутаты, волонтеры и активисты сдают кровь. К ней присоединился и округ Пушкинский. Для участников акции партия приготовила памятные подарки – бейсболки и ленточки в цвет российского триколора, а также шоколадки, чтобы каждый мог подкрепиться ими после сдачи крови. Ощущение тревожно, страшно. Первый раз давно хотела, но боялась. Вот честно, только из-за этого не шла. Я сейчас узнала об акции «Единой России» донора Донбассу и решила в ней принять участие. Вот, в общем-то, так я сюда попала. Со страхом справились? Ну да, вы мне помогаете, пока с вами разговариваю, как-то попроще. Также в честь Национального дня донора крови Росгвардия проводит акцию «От сердца к сердцу». В рамках нее, по желанию, сотрудники всех подразделений могут сдать кровь на нужды медицинских учреждений. Пушкинский отдел неведомственной охраны тоже присоединился к акции. Ну, я как донор не впервые уже сдаю порядка 12 раз. В прошлые разы просто не в этом месте было, а в этом. Первый раз, на мой взгляд, это важно, это нужно. И, как говорится, для мужчин это полезно. В данном учреждении впервые сдаю. Как бы до этого сдавали кровь в других учреждениях, периодически. В поддержку, так сказать, людей, нуждающих, кому нужна кровь. От нас как бы не убудет немножко, от каждого по возможности. Сдавали кровь в отделении переливания крови областной больницы имени Розанова. Каждый донор предварительно должен подготовиться. Сначала необходимо соблюсти определенную диету. Например, не есть до этого жирное, острое и, конечно же, не употреблять алкоголь. Вся информация об этом есть на сайте yadonor.ru Значит, подготовившись, донор приходит, с утра легкий завтрак, приходит к нам с паспортом, врач собирает анамнез о хронических заболеваниях, возможно, какие-то лекарственные препараты, которые человек употребляет, о ранних заболеваниях, которые там болел. И если все в порядке, то человек оформляется, сдает кровь на гемоглобин. Если гемоглобин в норме, то проходит на оформление и уже, собственно, сама кроводача происходит. В среднем ежедневно здесь сдают кровь около 30 человек. Прийти сюда и стать донором может любой желающий. Вся информация о работе отделения переливания крови есть на сайте больницы. Евгения Коломейц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Красиво, шумно, весело. Ивантеевское отделение Всероссийского общества инвалидов отмечает 30-летний юбилей. Выставка фотопортретов «Когда в душе цветет весна», приуроченная круглой дате, прошла в юбилейном. На ней побывали наши корреспонденты. Лица, настроения, живые эмоции. С каждой фотографией на зрителей смотрят участники общества. Почти полсотни портретов – результат пятилетней работы фотографа-любителя Аллы Мещеряковой. Ее женские портреты переносят нас в мир зрелой красоты и нежности. Встречают модели на дороге и говорят, сделай меня красивой, ну оставь морщины. Другая подходит, сделай меня красивой, ну морщины убери. Это капризные дамы, которым надо индивидуально найти свой подход. Сегодня в Ивантеевском городском обществе инвалидов состоит более 300 человек. Они ведут активный образ жизни, проявляют себя в творчестве, умеют метать ножи, играть в мини-гольф, танцевать, петь и даже дефилировать по импровизированной сцене. Надежда Комякова, Лидия Николаевна, Режиссер Николаевна Дольская. Вы дарите неиссякаемую энергию за ваш оптимизм и за то, что вы вдохновляете по-настоящему. Крепчайшему вам здоровью и с праздником еще раз. Открыть выставку, поздравить юбиляров и руководителя городского отделения общества инвалидов Татьяну Лещук пришли представители окружного совета депутатов. С обществом их связывает многолетняя дружба. Мы многое благотворно работаем. Одно из этих вот таких мероприятий – это наши фотосессии с фотографом. Ивантеевская городская организация Всероссийского общества инвалидов – одна из старейших общественных организаций города. Однако, несмотря на почтенный возраст, активности ее участников могут позавидовать даже самые юные жители Ивантеевки. Юлия Постриганева, Фарид Галиев, Мария Барсукова. Новости Большого округа. My English Be Spelling Contest. Школьники округа приняли участие в соревновании на знания английского языка. Конкурс провели в торговом центре «Акварель». Как все прошло, смотрите в нашем сюжете. Любители английского языка собрали 17 апреля в простору Мультиспейс при торгово-развлекательном центре «Акварель». Там прошли вторые ежегодные соревнования My English Be Spelling Contest. Их проводит Центр иностранных языков My Language School. Это возможность проверить свой уровень знания английского языка. Это проводится для того, чтобы мотивировать учеников разных школ, участвовать в образовательных мероприятиях, показать им, что учиться – это весело, классно, здорово. Любые языки – это то, что делает нас умнее. Мы начинаем думать по-другому. И показать им, что учеба – это еще и весело. Соревнования на правильность правописания, понимание и произношение английского словаря проводятся во всем мире. И жители нашего округа тоже стали его участниками. Это ученики школ муниципалитета. Они были разделены на две группы – джуниорс и синьорс. Соответственно, среднее и старшее школьное звено. Всего более 50 ребят. С нами они поделились, зачем пришли на мероприятие. Я жду от этого соревнования положительных эмоций, проверить свои знания, поработать над своими ошибками, проанализировать их. И, конечно, я хочу улучшить свой английский. И считаю, что я не зря пришла на это мероприятие. И такие соревнования для чего они нужны? Чтобы разобрать свой уровень. Лучше понять себя. Ну и веселье. Просто весело. Всего было три этапа. Первый – это письменный диктант. Участникам нужно было написать 20 слов. Диктор был из Австралии – Роберт Сантос. Он является носителем языка и по совместительству учителем в Центре иностранных языков. Вы все очень интеллигентны. Поэтому мы желаем вам очень хорошего удача. Вы готовы? Вы готовы? Хорошо. Второй этап – это тест из 15 вопросов, где каждый с тремя вариантами ответа и нужно выбрать единственный верный. На это у участников было 30 минут. Методист лично разрабатывал задание. Третий этап – финальный. В него проходят школьники, набравшие в первых двух раундах в сумме наибольшее количество баллов. Главная задача участников – правильно писать слова под диктовку или произносить услышанное слово по буквам. Это будет непростой диктант, непростой тест. Мы сами, если бы его писали, то, наверное, нам было бы немножко сложно. Но есть слова разного уровня. Для каждого найдется своя ниша. И в любом случае будет интересно победить сильнейший. Перед финальным этапом для ребят провели конкурсы. Были задействованы почти все школьники. А за их активность были вручены подарки. Задания подготовили самые разные. Для знатоков космоса – викторина. Для любителей танцевать – тикток-битва. И другое. В общем, всем удалось поднять настроение. Перед соревнованиями на сайте центра был выложен примерный тест. Так участники могли понять, что их ждет. Дмитрий Горбунов готовился со всей серьезностью. Делал все по инструкции, учил новые слова, тренировался в их написании. Я, опять же, ожидаю очень сильной конкуренции. Ожидаю того, что будет очень упорная борьба, очень напряженная. И также надеюсь проявить себя с лучшей стороны. Возможно, ты сегодня чего-то боишься. Ну, возможно, конечно, допустить совсем чуть-чуть. То, что я проиграю, но я, скорее всего, попаду в призеры. Потому что я в себе уверен. И был прав. Дмитрий занял второе место в своей категории. Всего три места в каждой возрастной группе. За первая награда – кубок, звание чемпиона и подарки от партнеров мероприятия. Всем остальным были вручены сертификаты и памятные призы. В следующем году к соревнованиям планируют привлечь и колледжи округа. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 22 апреля днем будет пасмурно. Температура воздуха поднимется до 11 градусов выше нуля. К ночи опустится до плюс 5. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова